Особое мнение на 101FM Мы с Алексеем начнем с Беларуси Мы с вами любим обсуждать нашу внутреннюю повестку Внутри политические проблемы, проблемы Кировской области Но сегодня мы с вами в том числе коснемся так называемой международной повестки Это отношение между нашей страной и Беларусью Но тяжело назвать Беларусь за границей Все-таки это настолько наш край, настолько наши братские народы близки Что это можно сказать и не за границей Тем более все интеграционные процессы, которые происходят в последнее время Они еще больше нас сближают между собой И безусловно, жителям Кировской области не безразлична судьба беларусов Не безразлична та политическая ситуация, которая сейчас там складывается Что там происходит Ну, мне кажется, эти проблемы нужно обсуждать Можно обсуждать Наш эфир в том числе это позволяет Давайте вернемся ко вчерашнему дню Вчера был достаточно знаменательный день С точки зрения действительно вот этих массовых митингов Массового противостояния тех, кто за и тех, кто против Но я считаю, что те, кто за на том митинге, который был проправительственный Ну, безусловно, это типично отработанная схема Она работала в России Она работает на всем постсоветском пространстве Это бюджетники в автобусах Ну, это даже не обсуждается Это видно Об этом говорят Любой участник этого митинга Об этом скажет, что я работаю в бюджетной сфере Но при этом люди, которые были на этом митинге Большей частью выступают Они искренне поддерживают Лукашенко Большей частью искренне выступают за действующую власть Безусловно, это учителя, это врачи Это сотрудники администрации Районных администраций И подведомственные учреждения Ну, это отработанная схема Эта схема применялась везде Она применяется, еще раз повторяюсь На всем постсоветском пространстве Те, кто вышли против действующей власти За проведение новых выборов Те, кто не согласен с результатами прошедших президентских выборов Их, безусловно, было больше Их никто не свозил Скорее всего, в таком массовом количестве Безусловно, им никто не оплачивал Присутствие на этих митингах Да, есть информация, что появляются так называемые Сотники, бригадиры, десятники и так далее Координаторы, да? Кто координирует протестное движение Кто, возможно, оплачивает Какие-то расходы Участникам протестного движения Возможно, кто-то оплачивает Самих участников протестного движения Безусловно, такие факты есть И горе-патриотам Нельзя рвать на себе рубашку И говорить о том, что Тут все проплачено Тут каждый Каждый сторонник оппозиции Вышел за деньги Нет, об этом тоже нельзя говорить Здесь все-таки в большей части Люди вышли за себя За свои убеждения И против тех результатов Которые показали избирательные участки Когда происходит забастовка Или сход работников крупного предприятия Когда несколько тысяч на одной площади Заявляют, что они проголосовали За ту же Тихановскую И когда в их уиках Компактного проживания Их и их семей Лукашенко показывает 81%, а Тихановская 6% или 9% У кого как То, безусловно Это наталкивает на мысль Что выборы, мягко говоря Не были совсем честными Скорее всего Они были сфальсифицированы Были манипуляции с цифрами Было полное отсутствие Наблюдения за этой избирательной кампанией За ходом проведения выборов Ну, эти все нарушения Как будто Знаете, мы это как будто бы За бугром видим Как будто у нас в нашей стране Во время избирательных кампаний Подобного рода нарушений не происходит Ну, такого-то у нас Алексей, подождите Такого у нас не было Подождите, как будто у нас Когда каждый на кухне говорит Что он никогда не голосует За Единую Россию А у нас Единая Россия Показывает 74% результат где-нибудь Ну, у нас происходит Практически то же самое Может быть, не в таких масштабах И не так агрессивно настроена К этому избирательная публика Ну, вот белорусы оказались Более свободолюбивые Белорусы оказались Оказались с большим желанием Отстаивать свои голоса И сейчас посмотрим К чему вся вот эта компания Оппозиционная компания приведет К чему она приведет в России Вот что интересно, Алексей Смотрите, вы уже упомянули Про отсутствие наблюдения На участках в Беларуси И вот мне так кажется Что это одна из основных, наверное, причин Почему люди не верят результатам То есть, если бы были независимые наблюдатели Которые могли бы сказать Да, все было честно Или нет, на этом участке Все было нечестно Давайте пересчитаем голоса В этой ситуации, наверное, меньше было бы вопросов Вот к результатам подсчета В России пока еще, слава богу Наблюдатели не на пенечках сидят За пределами участка И все-таки еще находятся там внутри И могут хоть за чем-то наблюдать Да, какие-то, может быть, вбросы Предотвращать там И прочее, прочее, прочее Вот история с Белоруссией Она научит чему-то российские ЦИК Российской центральной избирательной комиссии Или не научит? То есть, мы что увидим на следующих выборах? То же самое То есть, тоже наблюдателей у нас не будет Или мы, наоборот, увидим выборы На которых, с точки зрения наблюдения Все будет безупречно организовано Пусть там не будет такого разрыва Между кандидатами Там 80 Пусть будет меньше разрыв Или, может быть, даже кто-то проиграет Вот Но на примере Белоруссии В виде народной вот эти вот волнения Российские власти сделают выводы И скажут, нет уж Лучше мы более-менее сделаем Такую легитимную картинку До этих выборов Чтобы не допустить На мой взгляд, история с белорусскими выборами Может научить российские власти Или российскую избирательную комиссию Только плохому Как нужно проводить избирательную кампанию Чтобы получить результат 81% Ну, мне так кажется Что вот эти знаменитое видео Как по тряпкам спускаются члены Участковой избирательной комиссии В Минске С бюллетенями Как с протоколами Как переписываются прямо на коленке протоколы Ну, мне кажется Бежал, переодевшись в женское платье Скажут, а что так разве можно было Да, и давайте-ка мы у нас так же попробуем И, значит, действительно любой результат можем сделать Но это я шучу А второе, что мне кажется Что в этой всей истории С белорусской избирательной кампанией Все-таки российские власти должны подумать О последствиях массовых фальсификаций На избирательных участках В ТИКах Я вот, может быть, открою вам маленький секрет Но уже последнее время На избирательных комиссиях На УИКах Непосредственно на пунктах для голосования Мало фальсифицируются голоса Фальсифицируются голоса На мой взгляд, по последним информациям Это больше в ТИКах и еще выше При занесении данных в единую систему Давайте слушателю поясним Это мне так кажется УИК — это тот участок, куда ты приходишь отдать свой голос Где ты получаешь бюллетень Где получаешь бюллетень Где ставишь галочку И где сидят наблюдатели Где сидят наблюдатели Наблюдатели фиксируют явку Они видят прекрасно, сколько человек пришло на УИК Наблюдатели могут даже На выходе из избирательного участка И поговорить с избирателем То есть примерно задать ему вопрос За кого ты проголосовал Какую партию или кандидата ты поддерживаешь Точно так же могут спрашивать и экзит-пулы То есть проводить определенный мониторинг и социологию Это УИКи? Это УИКи Дальше ТИКи — это что? Ты туда приходишь, туда люди приходят или нет? Дальше приходит итоговый протокол в ТИК Там тоже есть наблюдатели И от кандидатов, и от политических партий В зависимости от того, какие происходят выборы И вот на мой взгляд, мне так кажется И по моей информации Именно в ТИКах происходит чехарда Там же есть наблюдатели В этих комнатках, где заносятся данные в единую систему В этих комнатках, где непосредственно собирают, анализируют И расписывают эти итоговые протоколы То есть, на мой взгляд, все у нас находится в голове Избирательного процесса и избирательных вот этих технологий А на УИКах у нас уже практически все кристально Вы посмотрите последние избирательные кампании Последние выборы Это же голосование, так называемое, по поправкам в Конституцию Ну понятно, что там наблюдатели были всего лишь от общественной палаты Да, от Единой России Но тем не менее, посмотрите Вот на УИКах уже жалоб с каждым годом все меньше и меньше То есть, бывают какие-то совсем отмороженные председатели Участковых избирательных комиссий Которые хотят выслужиться Которые хотят сделать максимальный процент За свою любимую партию Или за любимого кандидата И они начинают уже, условно говоря, беспредельничать на своем УИКе А в большинстве своем жалоб на УИКах практически нет С каждым годом этих все жалоб меньше и меньше А результаты у той же Единой России Про властных там кандидатов все больше и больше Ну это о чем говорит? Ну зайдите на любую кухню Выйдите на любую улицу Зайдите в кафе Много людей в России поддерживает действующую власть Действующую партию Ну мне кажется, не так много, как мы видим в итоговых процентах после выборов Но это мы только можем домысливать Мы можем только гадать, домысливать, предполагать Ну вот на УИКах за руку нарушителей мы ловим все меньше и меньше Отлично, но вот эта история с Белоруссией Все-таки вы говорите, что научат российские власти как больше и лучше фальсифицировать Я же сказал, что это я пошутил В этой ситуации, безусловно, российские власти должны сделать вывод Вынести урок, что вот так вот отмораживаться с точки зрения политтехнологии С точки зрения избирательного права Наплевательского отношения голосу миллионов своих сограждан Так к этому относиться нельзя Это может вылиться в те самые события, которые происходят сейчас в Беларуси А может вылиться в России или нет? Все-таки Российский народ настолько терпелив и настолько мы готовы ждать все лишения, ущемления прав и свобод Настолько мы готовы отсиживаться, отмалчиваться на своей кухне Что, мне кажется, это может происходить бесконечно долго Когда произойдет вот этот эффект скороварки, я не знаю 11-й год же был, вы же помните А что 11-й год? В основном в 11-м году вот эти акции протеста на после Госдумовской избирательной кампании, после Госдумовских выборов Мне кажется, там больше было подстрекательств, провокаций, нежели народного гнева, народного возмущения и несогласия с действующими процентами на Госдумовской кампании То есть протеста как такового не было? Я думаю, что там было больше провокаций, чем протеста Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва Мы продолжаем, единственное, про Беларусь должна сказать, да, напомнить слушателям, что Александр Лукашенко, встречаясь там, да, с работниками предприятия, исключил повторные выборы Сказал, что пока вы меня не убьете, других выборов не будет Вот такая цитата Я бы еще хотел добавить, постоянно сравнивают события в Беларуси с событиями на Украине Как будто бы говорят, что очень схожий сценарий Но на самом деле я скажу, что на мой взгляд совершенно не схожий сценарий Потому что что такое Майдан? Майдан это как раз свезенные на автобусах молодые люди, которые были заряжены, которые были нацелены на провокации Которые точно так же имели место с западными провокационными партиями, компаниями и политиками Да ладно, Алексей, там было достаточное количество людей обычных, которые не привозились на автобусах Были обычные люди, были киевляне, были обычные люди Но мне кажется, на сегодняшний день в Беларуси То есть Майдан более организованный протест Более организованный протест, более оппозиционный протест В Беларуси все-таки, на мой взгляд, те события, которые сейчас там происходят Они происходят по всей Беларуси, в разных городах Туда не возятся на автобусах протестующие Там нет очень сильно организованных групп Там все такое спонтанное Вот эти перформансы, они носят, как мне кажется Нисколько там спровоцированный, запланированный характер Сколько спонтанный характер Люди имеют доступ в соцсети У людей, хоть и интернет там сейчас барахлит, но тем не менее Люди научились коммуницировать между собой Мне кажется, вот та протестная оппозиционная активность, которая сейчас есть в Беларуси Она гораздо менее организована, чем та оппозиционная протестная активность, которая была на Украине То есть она более народная в Беларуси получается И события развиваются не по одинаковому сценарию Совершенно разные сценарии И мне кажется, совершенно разные мысли у протестующих В Беларуси люди вышли за Люди вышли за себя, за страну, за права, за свободу В Украине, мне кажется, вышли против коррупции, Януковича, действующей власти и так далее Мне кажется, вот это принципиальное отличие между этими акциями протеста Хорошо, по теме Беларуси будем еще следить Я очень надеюсь, что все-таки эти ситуации с Беларусью и Украиной отличаться будут кардинально В том числе и в реакции России на них Потому что сейчас уже идут разговоры о том, что может быть Россия вмешается Или не дай бог вмешается По-разному там оценивают Очень хотелось бы все-таки, чтобы как-то это Нас не так зацепило, как Украина Потому что после событий 2014 года Мы с экономической точки зрения Безусловно, чтобы так же получилось, как на Украине Лучше бы такого не происходило вообще Чтобы получилась современная Украина из Беларуси Переходим к нашим кировским новостям Тут у нас тоже такая история, связанная с выборами отчасти Обсуждается она довольно давно Но вице-спикер законодательного собрания Роман Детов Озвучил инициативу ряда депутатов законодательного собрания Сократить количество депутатов Много мы ее обсуждали Сейчас депутатов 54 Предлагается сократить их до 40 Сократить за счет списочного состава То есть у нас выборы строятся Из двух половинок формируется парламент Кто-то проходит по спискам Кто-то проходит по одномандатным округам И в этой ситуации сокращаются именно списочники Предложено это Основная причина, по которой вроде бы должны быть сокращения Это экономические причины То есть это поможет нам сэкономить деньги Что говорится? Ну, во-первых, можно будет сократить аппарат Который работает на обеспечении деятельности ЗАГС Собрания Там порядка 50 человек работает Можно будет сократить Роман Детов предлагает Количество тех депутатов, которые получают зарплату Их немного в законодательном собрании Но они есть Роман предлагает сократить их до трех человек Сейчас их, по-моему, восемь Предлагает сократить до трех Вот Ну и вот этот вопрос, он вброшен так на обсуждение Разное мнение высказывается Вы что думаете по этому поводу? Самое главное, насколько вероятно Считаете такое развитие событий? Безусловно, я уже высказывался неоднократно против Этой законодательной инициативы Я считаю, что ни один оппозиционный депутат, действующий депутат ЗАГС Собрания От КПРС, справедливая Россия, ЛДПР, безусловно, не поддержит эту инициативу Потому что, как мы знаем, именно оппозиция в большинстве своем попала в ЗАГС Собрание по партийным спискам Что предлагает Единая Россия Предлагает убрать максимальное количество депутатов по партийным спискам Тем самым, безусловно, намекая на то, что оппозиции в новом составе областного ЗАГС Собрания Либо не будет вообще, либо будет все меньше и меньше Пусть оппозиция вкладывает ресурсы тогда в одномандатников, раскручивает своих кандидатов Вот как раз именно об этом и мой спор возникал Что на сегодняшний день все одномандатные округа В большинстве своем одномандатные округа получили представители Единой России Именно Единая Россия это так называемые финансовые кошельки Которые имеют огромное предприятие, огромные ресурсы Которые готовы тратить миллионы средств на проведение своей избирательной кампании Которые готовы обещать все, что угодно за счет своих средств За счет средств бюджета и так далее, и так далее во время избирательной кампании И жители Кировской области, естественно, ведутся на эти политические технологии Ведутся на эти календарики бесконечные, килотонны листовок, тонны газет И голосуют за того кандидата, которого они чаще всего видят на листовках, на буклетах, на календариках У оппозиционных кандидатов, мягко говоря, не так много ресурсов Мягко говоря, не так много владельцев крупных промышленных предприятий, у которых полные карманы денег И они готовы там лишние 5-7 миллионов рублей выкинуть на избирательную кампанию Я считаю, что эта инициатива нацелена только на то, чтобы сократить дискуссию в стенах областного законодательного собрания Чтобы в следующем созыве ЗАГС-собрания было как можно меньше оппозиционных депутатов Эта инициатива своей подоплекой носит исключительно политическую борьбу между Единой Россией и оппозиционными партиями У этой инициативы абсолютно нет аргументированного ответа по сокращению издержек на депутатов на аппарат областного ЗАГС-собрания Потому что считаю, что чем меньше количество депутатов, аппарат областного ЗАГС-собрания меньше от этого не станет Почему? Потому что там люди занимаются юридическим сопровождением, написанием законодательных инициатив, организационным сопровождением, информационным сопровождением А депутаты чем занимаются? Если всем занимается аппарат, чем занимаются депутаты тогда? Нет, аппарат готовит непосредственную базу А, бумаги Да, бумаги То есть оформляют это все в письменный вид Где-то есть юристы, где-то есть те, кто непосредственно что-то пишут Но я вам открою маленький секрет, наверное Что из стен законодательного собрания выходит слишком мало законодательных инициатив Слишком мало депутатов областного ЗАГС-собрания делают каких-то серьезных законодательных предложений И большинство работы депутатов ЗАГС-собрания строится на внесение поправок в кировское законодательство согласно федеральному законодательству Вот и все То есть мы законы наши подгоняем под федеральными Или скидывается из правительства Кировской области какая-то законодательная инициатива А депутат ЗАГС-собрания либо ее поддерживает, либо отрицает В большинстве случаев поддерживает Поэтому я считаю, что никаких расходов после этой инициативы ЗАГС-собраний не уменьшит Количество оплачиваемых должностей, как предлагает инициатор этой инициативы Он предлагает сократить количество оплачиваемых должностей с 8 сейчас, если я не ошибаюсь, до 3 Это сэкономит лишь-лишь несколько миллионов, несколько, меньше 10 миллионов Из 69, по-моему, нам Владимир Костин называл цифр Мне кажется, 10 миллионов там можно сэкономить на этих ставках, если посчитать Ну, все равно значительная сумма 10 миллионов Напомню вам, что в 2017 году, еще когда в бытность Владимира Быкова спикером ЗАГС-собраний Он предлагал даже заместителей, председателей комитетов посадить на ставки бюджетные Тем самым увеличить расходы на ЗАГС-собраний Но ведь, видимо, сейчас концепция меняется в другую сторону И хотят сделать из парламента некое сообщество людей на общественных началах Которые будут голосовать послушно за те инициативы, которые выдвигает Единая Россия Тем более при уменьшенном количестве, там, до 40 человек Так вот, я считаю, что как раз я поддержу предложение Анатолия Чурина Который в эфире вашей радиостанции высказал такое предположение Что, наоборот, парламент Кировской области должен приходить к той идее Что все депутаты должны работать на освобожденной основе То есть получать за это заработную плату Они должны быть профессионалами Они должны тратить максимум своего времени на решение проблем избирателей На законодательные инициативы На встречи, круглые столы, комиссии, пленарки и так далее А сегодня мы говорим о том, что... Подождите, Алексей, но это тогда в такие деньги встанет, извините, пожалуйста, бюджет Кировской области? А в какие в такие деньги? Ну, в немалые, наверное Если сейчас затраты на законодательное собрание 69 миллионов у нас Понятно, что это не все 69 миллионов идут на оплату 8 человек, которые зарплату получают Но если 54 человека будут получать зарплату, это все равно значительная сумма Нет, безусловно, мы сейчас... Я просто не знаю, сколько сейчас ставки у председателя комитета Ну, допустим, там 60-70 тысяч месяцев Предложение законодательной инициативы говорит о том, что необходимо увеличить работоспособность и эффективность Вятского парламента Так вот, я говорю, что предложение о том, чтобы сделать на освобожденной основе дать работать депутатам Это гораздо больше приведет к эффективности и актуальности работы Вятского парламента Нежно ли это сейчас Есть регионы, где и в полной мере депутаты работают на штатной основе Там тоже в Карякском автономном округе, там где в Мосгордуме еще не так давно большинство депутатов работало за деньги Сейчас, конечно, там сократили ставки, их осталось, по-моему, 16 из... Сколько там депутатов в Мосгордуме? 45 Да, 16 ставок осталось, чуть меньше половины То есть есть примеры, где много ставок и парламенты работают достаточно эффективно А говорить о том, что мы-то сэкономим на аппарате Вы знаете, у нас настолько много странных, сомнительных, неэффективных бюджетных трат в Кировской области Настолько много мутных, непонятных проектов, что экономить надо на других вещах А не на административной управленческой работе И, как говорит инициатор, часто его избиратели поддерживают в этой инициативе Что жители высказываются за то, чтобы этих депутатов да чиновников надо сокращать Я вот отвечу, что чаще всего жители путаются между депутатом и чиновником Так вот, я выступаю за сокращение чиновничьей армии в Кировской области И выступаю за то, чтобы депутатский корпус, наоборот, не сокращался А увеличивал свою эффективность за счет каких-то других ресурсов А не за счет сокращения оппозиции в стенах парламента Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель Делаем перерыв на рекламу, еще к этой теме вернемся ненадолго после перерыва Сегодня это особое мнение Алексея Кузьмина Предпринимателя и депутата Кировской городской думы 5-го созыва Мы обсуждаем выборы, предстоящие выборы в законодательное собрание Которые могут измениться немножечко в сравнении с тем, что мы имеем сейчас Именно в части количества депутатов Такое предложение есть, сократить до 40 человек за счет списочного состава Я тут в перерыве вообще Алексею сказала Как хорошо бы было, если бы у нас Ну вообще не было бы вот этих вот выборов Этих вот игр перед выборами Подковерных каких-то Распределите места просто в законодательном собрании Ну поровну всем дайте, да, и мы посмотрим, как все будет И пусть каждая там политическая сила предлагает лучших из своих рядов на эти места И люди бы были зажжены и старались бы сделать все там, да, на благо Кировской области И дискуссию бы мы видели Но Алексей говорит, невозможно такое Невозможно, потому что каждый между собой будет спорить Сколько все-таки мест должна получить там та или иная партия Потому что поровну не получится Те, у кого больше будут возмущаться, почему у нас меньше А те, у кого меньше Будут тоже сопротивляться с теми Кто вообще не попал в стены парламента И так далее, и так далее Эта дискуссия может продолжаться бесконечно Вот мне кажется интересным опыт Когда в правительстве Ну даже если в правительстве Кировской области Появилось бы некое партийное правительство Вот почему бы нет Прошли выборы в ЗАГС собрании Политические партии получили свои проценты поддержки И рейтингов на определенной территории в субъекте И согласно этой процентовке Выдвигали бы своих министров А, портфельчики бы поделили, да? Да, делили бы портфели Как это в правительстве, тут многих стран происходит Да, и действительно Мы бы посмотрели, как политическая партия работает в регионе Насколько эффективного А в том числе и в исполнительной власти Насколько эффективного менеджера они продвигают Среди своей политической партии Станет ли, например, от КПРФ Министр здравоохранения Станет ли эффективным управленцем Какой он получит результат Не загнется ли после него система здравоохранения Если система здравоохранения будет свистеть и пахнуть Значит, КПРФ отлично отработала Они оправдывают свою работу Они завоевывают сердца избирателей Мне кажется, это было бы интересно Креативно Такой необычный подход для нашей системы политической, российской Мне кажется, это такая свежая идея Никто, по-моему, не предлагал Было бы забавно, конечно, посмотреть Как все это выглядит У нас же Кировская область Это поле для экспериментов Политических экспериментов Мы уже настолько к этому привыкли Что к нам присылают управляющих откуда угодно Как угодно На любые должности Каких только министров мы не повидали Губернаторов не повидали Каких только глав администрации Кирова мы не повидали Сколько уголовных дел у нас не прошло Среди высших управленческих кадров Поэтому мы уже все перетерпели Вот возвращаясь к первому нашему вопросу Вот белорусы 27-26 лет протерпели И все, лопнуло их терпение А мы до сих пор все терпим У нас все плохо, все некрасиво Но все терпим И поэтому я считаю, что Кировская область Прекрасное поле для экспериментов Можно плавно переходить к нашей следующей теме Вятскому гектару Вятскому гектару Которую мы можем распределить для каждого Кто приедет сюда со своей политикой Со своей программой С политической партией И так далее Мне кажется, будет интересно Вам, Алексей, не кажется, что эта история такая Вот она немножечко утопическая, что называется Я честно Я понимаю, в чем суть этого предложения То есть у нас есть свободные участки земли Мы приглашаем всех, приезжайте Мы вам там эти участки выделим Мы вас обеспечим инфраструктурой Потому что Александр Чурин Председатель правительства говорил Что эти участки Они в непосредственной близости От жилых каких-то там объектов находятся Жилых населенных пунктов Чтобы не было проблем Вот так, что это где-то там На краю, на выселках вообще области И все к нам едут И все дружно занимаются там Я не знаю, сельским хозяйством Что еще можно на этих гектарах Наверное, все-таки сельское хозяйство Раз Александр Чурин говорит Чтобы земли не пустовали Ну вот Я просто представила Эту очередь с чемоданами людей Выстроившихся Вот смотрите На Дальний Восток Дальневосточный гектар 80 тысяч россиян Это вот за все время действия программы А у нас в Кирове Я так понимаю Что желание есть Привлечь значительно большее количество людей Ну, есть и положительные И отрицательные Стороны этой инициативы Напомню, что эту инициативу Я еще предлагал Несколько лет назад Когда только запустилась Эта Дальневосточная программа Точно так же Были Не задействованы В Кировской области Порядка 300 тысяч гектаров Необрабатываемой Сельхозхозяйственной земли Которая Зарастала Кустарником Деревьями И так далее То есть, эту землю Необходимо вводить Заново Сельхозхозяйственный оборот А чтобы Эту землю ввести Заново Необходимо Действительно Подводить туда Инфраструктуру Ну, давайте мы Вспомним Наше Новоавиатское предприятие Которое Собирало бытовую технику Если я не ошибаюсь Tech Enterprises Была такая компания В Новоавиатском районе Они несколько лет Просили Подвезти к ним 400, по-моему Метров Отремонтировать Дорогу Непосредственно К их заводу Потому что Еврофуры Которые в том числе Ехали Из-за границы Везли Дорогущие Комплектующие Могли Всю страну Проехать Всю Европу Проехать Не сломаться И ничего у них Там Ни внутри Груз не сломался Ни колесо Не проткнулось А приезжая К нам в Новоавиатск На эту 400 метровую Дорогу Они могли Пробить все Что угодно И сломать Любое оборудование Которое находилось Внутри Несколько лет Предприятие Просило Отремонтировать Эту дорогу Вы думаете Сейчас эта дорога В идеальном состоянии Ну вот Это к тому Что Подождите Вы предполагаете Что с Вятским Гектаром Выйдет такая же история Да Пообещать Подтянуть Коммунальную инфраструктуру Дорожную инфраструктуру Энергетическую инфраструктуру Газовую инфраструктуру Пообещать Все что угодно Мы сможем Вопрос в том Будет ли это совершено На самом деле У нас газификация Кировской области Чуть ли не самая низкая В стране У нас Электрификация В Кировской области Не самая высокая О наших дорогах Особенно Межпоселковых дорогах Между населенными пунктами Деревнями и селами О дорогах Можно вообще Говорить Сколько угодно Какого они качества И говорить о том Что мы подтянем вам Многомиллиардную инфраструктуру Лишь бы вы у нас купили Там один-два Не купили А бесплатно взяли Один-два гектара земли И ввели его Заново Сельхозхозяйственное обращение Я думаю Что все это Всего лишь обещание Оно не выльется В конкретные результаты Не выстроится Та самая очередь Из Многомиллионной публики За вятским гектаром Как бы это Нам не хотелось Потому что действительно 300 тысяч гектаров Это очень огромная территория И потенциал этой территории Крайне велик На этой территории Можно заниматься Чем угодно И сельским хозяйством И индивидуальное Жилищное строительство И промышленное производство Но эта земля Не востребована А если в порядке Эксперимента Попробуют На каком-то Незначительном Там участке 300 гектаров Это же Они же 300 тысяч Они же где-то Разбросаны По разным Уголкам Нашей области Если взять что-то Где-то не очень далеко От Кирова Например И в порядке Эксперимента Предложить И посмотреть спрос У нас в селе Русском Многодетным семьям У которых Трое и более детей Бесплатно Предоставляли Земельные участки В селе Русском Предоставили Такие земельные участки Что там Мама не горюй Там Дорога Дай боже Какая там Полугрунтовка Доведена Электрификация С низкими Киловатами И так далее То есть село Русское Это то самое Которое вот здесь Недалеко от Кирова Нет Которое Ну в черте Города Кирова Которая часть Города Кирова Бахтой и так далее То самое И мы сейчас с вами Говорим даже О тех проектах Которые действующие Которые имеют Социальную значимость О которых На всех федеральных Кнопках говорят Каждый день Это поддержка Многодетных семей Поддержка Материнства Детства И так далее Мы даже В такой проект Не можем довести до ума Не можем дотянуть Необходимую В нужном количестве Им в нужном качестве Инфраструктуру А вы сейчас говорите О каких-то Бесплатных Аморфных вещах Которые Это я Это Александр Чурин Ну тем не менее Да Бесплатных Аморфных вещах После информации В СМИ О которых Должна выстроиться В очередь Из Калужской области Рязанской области Все махнули В Кировскую область Покупать Приобретать Бесплатно Этот гектар Мне кажется Это утопическая идея Хотя я сам ее Когда-то Несколько лет Предлагал Но к ней Надо стремиться Об этом надо думать И мне кажется Если Грамотно Построить Свою финансовую Политику Грамотно Встроятся Федеральные Какие-то Программы Может быть Она и когда-нибудь Реализуется А так мне кажется Все эти затраты На обеспечение Инфраструктуры Они перекроют Все там прибыли И плюсы От того Что к нам приедут Алексей Кузьмин В нашей студии Две минуты У нас остается Леша Я хотела очень коротко Спросить твоего мнения Наверняка видел Ты эту информацию По поводу девочки 12-летней Которую станцевала На фигуре Павшего бойца Парк-мемориал Возле Дворца Пионеров Ну там Кто хочет Может поехать Посмотреть 12 лет девочке Девочка станцевала Прокуратура Проводит проверку Вопрос вот какой У нас год от года Все больше и пышнее Празднуется День Победы Мы все говорим о том Что да-да-да Вот это все Не должно быть забыто И тем не менее Все чаще и чаще Появляются вот эти вот Информации Когда дети Может быть по недомыслию Там устраивают Вот такие действия Почему? Ну Очень сложно Отвечать на этот вопрос Потому что Я вообще считаю Что та система Образования Школьного образования Основанная на Подготовке Исключительно Подготовке К сдаче ЕГЭ Вся система Тестирования И Законсервированность Методологических Подходов К образованию Ребенка Она делает Свой результат Она делает Из школьников Каких-то Полуроботов Которые Зациклены Исключительно На тестовой системе И которые Недосмотрены С точки зрения Самообразования Это моя точка зрения Я все-таки Как педагог Можно сказать С высшим Историческим Образованием Могу об этом С уверенностью Говорить Что та система Школьного образования Которая есть сейчас Она На мой взгляд Воспитательный сегмент Провисает Она не подходит Для современного Современной системы Образования Как нужно учить Школьников Девочку наказывать Показательно Или не надо Не надо Никого Показательно Наказывать Я вообще считаю Что все эти Наказания Ни к чему Хорошему Кроме как Встречной агрессии Они не приведут Алексей Кузьминов Был в нашей студии Предприниматель Депутат Кировской городской Думы Пятого созыва Алексею спасибо большое Особое мнение Сможете найти На нашем сайте Хакирова.ру Ну и трансляция На ютюбе Пожалуйста Она будет открыта Пользуйтесь До свидания